Средняя школа номер 14 города Бреста гордо носит имя защитника Брестской крепости Ефима Моисеевича Фомина. Чтобы увековечить память героя, пять лет назад советом данного учреждения образования было принято решение организовать ежегодный открытый турнир среди школ Московского района по военно-спортивному многоборью и посвятить его герою и защитнику Брестской крепости. Таким образом мы увековечиваем память человека, который отдал свою жизнь за то, чтобы мы в Беларуси жили спокойно, мирно. Поэтому наши дети и дети других школ Московского района города Бреста приходят на наш турнир с удовольствием. Для меня эти мероприятия имеют большое значение, потому что для меня память о героях, погибших во время Великой Отечественной войны, очень важна. Я считаю, что каждый человек, особенно который живет в Беларуси, должен знать и помнить о том, что происходило здесь в годы Великой Отечественной войны. Для этого я считаю, что правильно устраивать такие мероприятия, которые помогают запоминать и вспоминать людям о том, что здесь происходило. О своем участии в юбилейном пятом турнире заявили шесть учреждений образования Московского района. Самые ловкие, быстрые и спортивные ребята из средних школ номер 1, 11, 14, 25 и 37, а также гимназии номер 6 имени Жукова, демонстрировали свои умения в сборке-разборке автомата Калашникова, стрельбе на электронном тренажере из пистолета Макарова, подтягивании, выполнении комплексных силовых упражнений, дартсе, а также командных соревнованиях. Большая заслуга в организации турнира принадлежит военнослужащим Брестского гарнизона, а также руководству мемориала «Брестская крепость-герой». Вы наверняка видели нашу выставку, посвященную обороне Восточного форта, она на первом этаже размещена. Ну и плюс мы уже традиционно учредили совместно со школой, в соответствии с положением непереходящих кубки, победителям за первое, второе, третье места. Поэтому мы сегодня видим, какая упорная, интересная, увлекательная борьба между командами идет. Дух соперничества, командный дух есть. Ребята переживают друг за другом, это здорово. Праздник стал традиционным. На каждом из таких праздников присутствует военнослужащий Брестского гарнизона, с которым мы поддерживаем очень тесное взаимодействие. Поскольку праздник, в первую очередь, своей целью имеет подготовить будущих защитников нашего государства, присутствие военнослужащих Брестской пограничной группы, 38-й для отдельных десантно-штурмовой бригады, создают особую атмосферу. Мы признательны о том, что они не только помогают нам в судейской коллегии, но и предоставляют свою материально-техническую базу. Помимо возможности испытать свои силы, а также пообщаться со сверстниками, такие мероприятия являются частью профориентационной работы и неизменно дают свои видимые результаты. Я раньше боялся пойти на какое-то спортивное мероприятие. Вообще, в принципе, я боялся этой всей военной темы. Даже не знал, как держать правильно автомат. Я думал, что ему нужно прицеливаться прикладом к глазу. То сейчас я все это понимаю и не боюсь его, даже поступаю в практически военизированную структуру. Все благодаря этому. Я считаю, такие соревнования очень важны, потому что по результатам таких соревнований можешь проверить себя, а также, допустим, вот в нашей школе есть нормейский отряд, и эти все активности, они помогают в поступлении в будущем, дают рекомендации хорошие. И еще одна причина, по которой турнир полюбился его участникам, это то, что на его площадке всегда царит атмосфера дружбы и спортивного праздника. Ну а по результатам соревнований его победителями в общекомандном зачете уже пятый год подряд стала школа номер 14 имени Ефима Моисеевича Фомина. Серебро досталось учащимся из первой школы, а почетное третье место и кубок увезли ребята из 37-й школы. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.